Биткоин у нас с вами все еще удерживает глобальный уровень 78 фибы, как вы можете видеть из графика. При этом следующая цель по отскоку наверх, консервативная цель, это 61 фиба, то есть примерно 28 500 долларов. Но это только при том раскладе, что мы сейчас пойдем наверх. Итак, какие шансы того, что мы сейчас пойдем наверх? При ближайшем рассмотрении у нас с вами очень интересная формация произошла за последние двое суток. Смотрите, мы упали, потом отскочили и снова упали. Как можно это рассмотреть? Мы можем рассмотреть это как импульс и коррекцию. И накинуть здесь локальную фибу, по которой мы видим, что биткоин несколько раз подряд удержал 61 уровень фибоначчи, 61,8. При этом по индикаторам мы также видим, что есть сила покупателя. Соответственно, где нужно набирать лонги? Набирать лонги нужно было вот здесь. Но и в целом вся вот эта формация, если вы считаете ее накоплением, то набирать лонги нужно и на ней. Куда ставить стоп? Если вы торгуете с большим плечом, то, конечно же, стоп надо ставить близко, не ниже 78 фибы. Опять же, имея в виду ваш предел риска. Если вы торгуете на споте, то стоп можно ставить и ниже первого уровня, то есть куда-нибудь на 18 200 или даже на 17 с чем-то тысяч. Ну, либо если вы инвестор, то стоп можно вообще не ставить, потому что, ребята, ну это, это, на мой взгляд, абсолютно лонговая история. Нисходящее сопротивление прямо сейчас пробито. Посмотрим, как биткоин отреагирует на информацию о ставке ФРС через несколько часов и увидим результат. Буду держать вас в курсе. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал. Ну и потом опять же, ребята, мы видим, что многие альткоины чувствуют себя гораздо лучше, чем биткоин. За последние двое суток очень хорошо себя показывает XRP, который на фоне падения всего рынка вырос уже на 31%. И Stellar, который сделал практически то же самое. Ну, чуть поменьше вырос, но тем не менее. Попер XRP так, скорее всего, на новостях, что они переезжают в юрисдикцию Канады. Но тем не менее, я считаю, что это очень хороший знак для всего крипторынка. Ну и золото, кстати, тоже, как мы можем видеть, удерживает уровень 1660. При этом смотрит на возвращение обратно вот в эту зону 1700-1700 с чем-то, на мой взгляд. Поэтому, ребята, тут, несмотря на сильный DXY, сильный индекс доллара, который прямо сейчас вроде как смотрит наверх и хочет пробить этот хай. Тем не менее, это может быть всего лишь дабл топ на часовике. Мы пойдем вниз. Но даже несмотря на то, что он прет наверх, мы видим, что крипта в целом держит удар. Например, доминация BTC выскочила из зоны глубокого альтсезона, пытается сейчас удержаться на 40%, на 41%. Может быть, мы увидим еще что-то вот такое, если биткоин подорожает к альтам. Но потом, я думаю, что мы обязательно спустимся еще в эту зону 38% и ниже, то есть в зону альтсезона. Ну и что в такой ситуации делать? Вы сами знаете лучше меня. Нужно набирать лонги. Но делать это аккуратно, с холодной головой. Поэтому тысячу дисклеймеров я на Femex сейчас набираю лонг по биткоину и по дэшу, пока в небольшой просадке на часть профита. Поэтому смотрите. Дисклеймер, конечно, я беру большие плечи. Вам не рекомендую так делать. Можно учиться торговать и в маленьком плече. Но если вы заинтересованы в этом, то принимая все риски на себя, можете попробовать делать так же. Или можете попробовать шортить это, если думаете, что оно упадет. В любом случае, ссылка на биржу Femex в описании. Биржа замечательная, так что, если вы еще не зарегистрированы на ней, то скорее это сделайте. И самое забавное при всем при этом, что мы видим за последние 4 часа ликвидации шорт позиций по всем крупным биржам. Наряду с тем, что за сутки у нас в основном ликвидация лонг позиций. То есть лонгистов уже ликвиднули. Прилично, причем на этом проливе. Соответственно, пора заняться шортистами. Ребята, так что дисклеймер. Торгуем аккуратно. Все ссылки в описании. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайк обязательно. Подписывайтесь к нам на канал, если вы у нас новенький. И до следующих видео. Пока. Всем профитроли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok